В следующем году автопроизводители в России получат 820 миллиардов рублей в виде промышленных субсидий из федерального бюджета, что в 2,5 раза превышает объем субсидий этого года. Субсидии предназначены для компенсации утилизационного сбора, при этом их размер зависит от уровня локализации производства. На 2026 год планируется выделить 1,140,000,000 рублей, а на 2027 год 1,4 трлн рублей. Рост объемов субсидий объясняется недавним увеличением утилизационного сбора на 70-85%. В дальнейшем его планируют ежегодно индексировать на 10-15%. Субсидии заводам увеличат, а заводы поднимут цены на автомобили. Вот посмотрите. Дополнительно в следующем году автопроизводителям выделят 20 миллиардов рублей из бюджета для компенсации части затрат на содержание рабочих мест. Такая же сумма была выделена и в этом году. Странно все это, оплачивает утиль потребитель, а компенсирует его производителю. Теперь понятно, почему Ростех снова выкупил свои акции. Знали, что субсидии будут слетелись как пчелы на мед. Госкорпорация Ростех вновь стала акционером АвтоВАЗа. Как сообщил глава компании Максим Соколов, Ростех вновь владеет 32,3% акций АвтоВАЗа, как это было до 2022 года. Ментальная связь между корпорацией и заводом никогда не прерывалась. Когда Ростех покинул состав акционеров, сделка предусматривала опцион на обратный выкуп. Спустя два года корпорация воспользовалась этим правом и вернула 32,3% акций. Почему? Ситуация два года назад была одной, сейчас она изменилась, ответил Соколов. Он добавил, что Ростех вернулся в капитал компании по политическим и экономическим причинам. В период с 2022 по 2024 год доля Ростеха принадлежит в ГУП НАМИ, которая теперь сохраняет за собой 67,7% акций. Ранее они принадлежали французскому концерну Рено. Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что в правительстве Российской Федерации не ожидает возвращения компаний из недружественных стран на российский рынок. В СМИ также заявляют, что производство легковушек в России за год выросло в полтора раза. Рост производства автомобилей в России свидетельствует о преодолении тех проблем с нехваткой комплектующих, с которыми Автопром столкнулся после ужесточения антироссийских санкций. Переклейка шильдиков выходит на новый уровень. Переклеили в полтора раза больше шильдиков на румынскую дачу Логан АвтоВАЗ, на китайский Джак Москвичи, на немецкий Мерседес КАМАЗ и т.д. А как считаете вы, начнет ли развиваться АвтоВАЗ за год?